Уважаемые участники нашего совещания, нашей конференции, которая делалась долго, достаточно непросто, и сегодня наступает торжественный момент, когда мы имеем честь открыть эту конференцию. Вас приветствуют сегодня, вот члены здесь сидящего президиума, во главе с ректором Уральского федерального университета Виктором Анатольевичем Акшаровым, директором Уральского энергетического института Бродовым Юрием Михайловичем, генеральным директором АДУ Урала, филиала системного оператора Павлов Владимир Иванович здесь присутствует. Наш сопредседатель Оргкомитета Поздерин Андрей Владимирович, заведующий кафедрой автоматизированной электрической системы и председатель программного комитета Петр Иванович Бартоломей. Должен сказать, что конференция эта называется третья международная электроэнергетика глазами молодежи. На самом деле она не третья, а гораздо больше по счету. Раньше у нас эти конференции назывались энергосистема и режимы и так далее, разные названия. С 2008 года мы идем третий раз уже по Екатеринбургу в Уральском федеральном университете. Сначала эта конференция была посвящена юбилею кафедры. На этот раз конференция посвящается юбилею системного оператора. 10 лет ему исполнилось, и он главный организатор этой конференции. И филиалу от 2 Урала системного оператора исполняется 70 лет. Он был организован не как филиал, а как унитарное государственное предприятие в 1942 году в разгар Великой Отечественной войны. Электроэнергетика глазами молодежи. Вот молодежь, молодость, это наше будущее, это понятно. Но молодость это такое состояние, которое так мгновенно проходит, не успеешь оглянуться. И более того, многие, которые здесь достаточно молодые, мы там обозначили границу в 35 лет, на самом деле многие уже абсолютно взрослые, абсолютно сложившиеся ученые и специалисты. И они как-то не очень с удовольствием воспринимают ярлык к себе, что это мы молодежь. Тем не менее, здесь достаточно большое, больше 50%, около 70% молодых исследователей, аналитиков и специалистов. Ну и понятно, что молодые без своих учителей тоже меньше имеют перспектив к развитию, поэтому здесь ваши учителя и мы все вот от имени президиума приветствуем всех участников. И для приветствия слово я представляю ректору Уральского федерального института Виктору Анатольевичу Кокшарову. Пожалуйста, спасибо. Спасибо. Добрый день. Я рад всех вас приветствовать, уважаемые участники, гости конференции в стенах Уральского федерального университета. Уральский федеральный университет – один из крупнейших федеральных вузов, федеральных университетов в России, в котором учатся более 50 тысяч студентов, работают около 5 тысяч преподавателей. Но, наверное, не только масштаб и не столько масштаб, главное отличительное свойство нашего университета, а то, что в нем развиваются приоритетные исследования по таким направлениям, как новые материалы, материаловедение, информационная технология, химия, биотехнологии, математика и компьютерной науки. И многие-многие другие, но, наверное, одно из самых главных направлений, которое представляет особую важность и для Урала, и для страны в целом, да и для всего мира – это, безусловно, энергетика. И не случайно в программе развития университета, которую утвердил Владимир Владимирович Путин, энергетика и энергоэффективные технологии записаны в качестве одного из важнейших направлений развития нашего университета. На самом деле, будущее, настоящее и будущее России и всего мира связано с развитием электроэнергетики. И поэтому очень хорошо, что в электроэнергетику приходят молодые люди, люди, которые по-настоящему, по-хорошему заражены перспективами будущей профессии. Поверьте, она всегда будет востребована, и специалисты, которые выходят из стен нашего университета, Уральского энергетического института, который создан в УРФУ, и из стен других вузов России, всегда будут востребованы. Мы рады, что третья уже по счету международная конференция проходит при участии 25 партнерских вузов, с участием специалистов из-за рубежа, из Болгарии, Белоруссии, Латвии и Украины. Мы рады, что год от года растет количество докладов, которые молодые энергетики, и не только молодые, а вообще, в принципе, пока человек работает, пока дышит, пока он востребован на рынке, он всегда будет молод. Что количество докладов растет в тех двух томах, которые распространены среди участников конференции, представлены более 240 докладов. Это замечательно. И, безусловно, мы благодарим за помощь в организации этой конференции и Аду Урала, и МЭС Урала, и вообще системного оператора. Без них, без их помощи, без их участия, без их инициативы проведение этой конференции было бы невозможно. Я хотел бы пожелать всем участникам конференции, всем гостям, всем тем, кто присоединяется к ней, интересных докладов, интересных дискуссий. И хочу пожелать, чтобы каждый из вас еще очень-очень много своей жизни сделал для развития электроэнергетики, для счастья и процветания России. Успехов вам! Участников конференции приветствует директор Уральского энергетического института, профессор Бродов Юрий Миронович. Добрый день, уважаемые коллеги. Уральский федеральный университет, один крупнейший федеральный университет России, сегодня структурирован в виде форм институтов. Один из самых крупных институтов, хочется верить, что, может быть, один из самых весомых, это энергетический институт. В нем учатся сегодня, в нашем институте учатся около 4 тысяч студентов по разной форме обучения. Профессорско-преподавательский состав порядка 400 человек, в том числе 60 профессоров-докторов наук и 200 доцентов-кандидатов. Вот от этого большого творческого коллектива я с удовольствием вас приветствую. При этом я должен подчеркнуть, усиливая слова Виктора Анатольевича, нашего ректора, что в иерархии ЮНЕСКО энергетика находится на третьем месте по сложности в жизнедеятельности человека, после медицины и космонавтики. Это действительно естественно, это оправдано, потому что слишком большая, слишком велика ответственность перед народом, перед страной, перед регионом и так далее. То есть мы с вами и вы, прежде всего, имеете отношение вот к этой очень важной для всех нас отрасли. Я рискну не согласиться с председателем конференции, который вначале сказал, что молодость, она быстро проходит. Я желаю вам оставаться молодыми, по крайней мере, в душе. Очень много лет, потому что только молодость энергетически подпитывает творчество, способствует появлению каких-то новых идей и заставляет человека не останавливаться, а двигаться в каких-то направлениях. Терзайте! Вас приветствует генеральный директор филиала системного оператора АДУРАЛА Павлов Владимир Иванович. Уважаемые коллеги, позвольте вас приветствовать, пожелать успешной работы этой конференции. Да, на самом деле она уже третья официально, неофициально мы намного, наверное, больше работаем. И вообще, считать по счету, наверное, не совсем корректно. Наша совместная работа, имеется в виду системного оператора и УПИ, сейчас Уральского федерального университета, она основана на десятилетиях совместной работы. И мы не разделяем себя, отдельное производство, отдельная наука, энергетика, наукоемкий вид деятельности. И поэтому нам без науки точно вперед идти нельзя. И, соответственно, надеюсь, что и мы своей деятельностью также помогаем развиваться в науке. Поэтому желаю не только вам, а нам все вместе совместной успешной работы, новых открытий, новых свершений и прорывных новых технологий, которые сделают нашу жизнь, надеюсь, еще лучше, еще более интереснее. Успехов вам! Теперь мы приступаем больше не к приветствиям, а к рабочим моментам. Слово предоставляется председателю программного комитета, профессору Бартоломею Петру Ивановичу. Здравствуйте, участники нашей замечательной конференции. Я, как председатель программного комитета, должен отметить, что мы не ожидали такого огромного наплыва докладов, который в этом году произошел, по сравнению с предыдущими, по крайней мере, на 100 докладов больше. Это и радует, но это и в какой-то мере огорчало, потому что затрудняло нашу работу, надо было просматривать доклады. Много новых людей появилось, не все имеют достаточный опыт, и не все внимательно относились к требованиям, которые были написаны для представления материала докладов. Мы старались помочь им, и некоторым даже напоминали, что нужно эти требования выполнять. Много работы и сами проделали. Со многими я даже разговаривал персонально, стараясь обратить внимание на те недостатки, которые имеются. Но это хорошо, потому что люди набираются опыта, и это значит, что в следующий раз они будут более внимательно относиться к тем требованиям, которые имеются у нас. Мы получили 268 докладов, вот около 20 докладов мы не приняли, не потому что там требования какие-то были не выполнены, а потому что они просто по содержанию не вписывались в нашу программу. Я хочу сказать, что это вызвало вообще большие трудности. Мы вынуждены будем работать параллельно, плотно, в шести помещениях. Вот завтра, сегодня мы в актовом зале работаем, а дальше мы в шести помещениях работаем параллельно. И всем председателям, всем руководителям секции придется достаточно трудно, потому что докладов очень много. Ну, представляете, на каждой секции по 50 приблизительно докладов нужно будет прослушать. Мы просим внимательно отнестись к докладам молодых ученых, потому что нужно будет потом выделить из них лучшие. И эту работу нужно сделать аккуратно и внимательно. Сегодня есть такой регламент. Сейчас мы до 15.30, до кофе-брейка, который в это время произойдет, работаем в этом зале. Потом две секции покидают этот зал, актовый зал нашего дорогого института. Сейчас университет, я по привычке по старой говорю, потому что я еще вырос, как бы и родился в этом заведении, которое называлось УПИ, Уральский политехнический институт. Так вот, все остаются здесь, кроме двух секций. Первая секция, она под номером 4 идет, но коротко это релейная защита и автоматика. Вы переходите в аудиторию, слушайте внимательно, вы перейдете в аудиторию Первую Римскую, или это зал ученого совета нашего университета. Но постарайтесь найти, вообще-то в этом зале, если по третьему этажу пройти пролет влево немножко, и там подняться на один этаж, вы попадете в зал ученого совета. Это самая напряженная секция, самая напряженная. Они будут и сегодня работать, и завтра целый день работать, и еще и послезавтра будут работать, потому что там очень большое число докладов. И секция 6, все, что связано с образованием, как раз я буду вести эту секцию, она переходит в аудиторию Э-217. Запоминайте, пожалуйста, но в программе это записано. Аудитория Э-217, электротехнический факультет, это означает, и втором этаже электротехнического факультета. Всего доброго, желаю успеха и продуктивной работы на этой конференции. АПЛОДИСМЕНТЫ Слово предоставляется председателю Оргкомитета Андрею Владимировичу Поздерину. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые участники конференции, также сердечно рад приветствовать вас всех сегодня. Мне хотелось бы отметить, что наша конференция действительно расширяется. Если традиционно она раньше проводилась УПИ, Уральским гостехуниверситетом, сейчас уже УРФУ, совместно с АДУ Урала системным оператором, то сейчас круг представителей производственных предприятий расширяется. Мы очень благодарны Тюмень Энерго, компания Прософт Систем, которые также внесли в свой вклад финансирование этой конференции, благодаря чему она сегодня состоялась. И, надеюсь, пройдет успешно. Кроме того, присоединились такие предприятия, как МЭС Урала, МЭС Западной Сибири, МРСК Урала. И также прислали своих докладчиков на нашу конференцию. Традиционно, конечно, в конференции принимают участие родственные кафедры из университетов Томска, Новосибирска, Тюмени, Челябинска, Самары, Санкт-Петербурга. Присоединились в этом году к нам и москвичи. Мы рады встретить старых знакомых сегодня. Для того, чтобы наша конференция прошла успешно, необходимо подчеркнуть ряд организационных моментов. Первое. Конференция проходит в режиме вебинара. Вот вы видите людей с камерами. Осуществляется трансляция и видеозапись всех наших мероприятий. И в режиме через интернет осуществляется возможность не только просмотра удаленным заочным участникам нашей конференции, но и возможность задать в любой момент вопрос. Доцент нашей кафедры Кокин Сергей Евгеньевич, если такие вопросы будут поступать из зала, будет эти вопросы адресовать, и мы будем видеть и задающего этот вопрос, и видеть и слышать этот вопрос будем. Кроме того, так как осуществляется конвертация презентаций и файлов в PowerPoint необходимо примерно минут за 10-15 сдать их в студию Рада, вот представители у нас тут перед трибуной сидят, с тем, чтобы они успели вашу презентацию сконвертировать в необходимый формат, и удаленные пользователи эту презентацию тоже могли бы видеть. Кроме того, вы можете сообщить своим коллегам и соавторам ваших докладов, что через сайт ASUP, а этот сайт, которым вы пользовались, кафедральный сайт, осуществляется возможность доступа для удаленной работы на нашей конференции в режиме вебинара. Важное второе сообщение, оно касается командировочных удостоверений. Тех, кто хочет отметить их в УПИ, вы можете их сдать в первый кофебрейк, либо второй кофебрейк, вы можете их уже получить, либо в обед сдать присечь Ирине Петровне. Она вот у нас в зале находится, табличка у нее будет. Тем, кто хочет отметить командировки ВДУ Урала, их надо будет сдавать Эритновой Дарье Михайловне. Следующее, третье и последнее сообщение. В пятницу у нас запланирован экскурсионный день, предполагается две экскурсии. Первая – обзорная по городу Екатеринбургу с посещением храма на крови и границы Европы-Азии. Вторая экскурсия посвящена последним дням семьи Романовых, которые здесь трагически у нас завершили свою судьбу в городе Екатеринбурге. Это тоже посещение храма на крови и так называемый монастырь-комплекс Ганина Яма. Число мест ограничено и в течение первого кофебрейка и в течение обеда надо у пресечи Ирины Петровны, которой можно сдать еще и командировки, как я говорил, надо записаться на эти экскурсии. И еще маленькое уточнение по поводу перехода в другие аудитории, про которые Петр Иванович говорил. Это все надо делать после второго кофебрейка, после обеда. И это произойдет в 15 часов 30 минут. Желаю всем успешной работы и новых полезных знаний. Всего доброго. В заключение официальной части я хотел бы добавить следующее, что председатель правления системного оператора, доктор технических наук Аюев Борис Ильич, просил перевидать также пламенный привет участникам конференции и некоторый наказ организаторам, что конференция-то, конечно, хорошо. Конференция всегда не только доклады, но и общение в кулуарах. Это может быть более главное. Но количество докладов велико, а количество лучших докладов, которые цепляют оргкомитет, программный комитет, их меньше, чем общее количество. Поэтому объявляется у нас такое научно-техническое соревнование, конкурс. Он будет объявлен. Руководители секции будут внимательно отслеживать доклады и выявлять победителей. И эти победители будут как-то отмечены на заключительном нашем заседании. Поэтому я призываю вас активно работать, показать себя. Каждый, чтобы старался, чтобы его доклад был лучшим. Это будет здорово, я думаю. И еще одна вещь. Вот эти лучшие доклады потом будут просмотрены оргкомитетом и программным комитетом на предмет рекомендации публикации в журналах, которые из списка ВАГ, то есть в центральных электроэнергетических журналах. Ну, такие, как «Энергетик», такие, как «Электрические станции» и другие журналы. Спасибо вам за внимание. Мы с вами точно уложились в регламент приветственной части. Сейчас мы не расходимся. Единственное, что я попросил бы участников, которые расположились на дальних рубежах нашей маленькой Родины на сегодняшний день, приблизиться сюда. Я думаю, что вам удобнее будет работать. Здесь много свободных мест. Пожалуйста, занимайте более удобные для вас места. И через три минуты мы начнем работать по программе. Сейчас тут маленькую перестановку сделаем по компоновке президиума. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова